Отчего сгорел сеной рынок? Об этом рассказали саратовские полицейские. Напомню, что в феврале этого года Саратов лишился одного из самых значительных объектов своей инфраструктуры. В огне сгорели 5000 квадратных метров торговых павильонов. Бизнеса лишились десятки предпринимателей. В итоге следователи выяснили, что пожар лишь следствие частной неоднозначной инициативы. Какой выяснила наша съемочная группа? Сеной рынок спустя 8 месяцев вновь обретает свои узнаваемые черты. Привычную полукруглую арку, без которой трудно представить современный саратов, город едва не потерял 21 февраля этого года. В 7 вечера, возвращаясь с работы, горожане наблюдали открытое пламя. Более 200 предпринимателей понесли миллионные потери. По деньгам у нас получилось более 10 миллионов, потому что мы только перед тем, в четверг, привозили целый КАМАЗ в фуру. Это уже миллион наличие мы отдавали. Два часа пожарные заливали пылающую крышу. Внутри работали 80 огнеборцев. Сеной рынок оцепили. Сюда прибыли 10 следственных бригад. Выяснилось, что место возгорания одно – палатки со стороны улицы Танкистов. Нашли даже улику. Позже с этого места была изъята пластиковая 5-литровая емкость. Проведенная экспертиза показала, что в данной емкости присутствуют следы легковоспламеняющей жидкости. Сразу после пожара подозрение следствия пало на продавца сеного рынка. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина выбрасывает подозрительный предмет рядом с очагом возгорания. Похожую по описанию женщину видели и охранники рынка. Она рассказала им, что в ее палатке загорелась электропроводка. Предполагаемую поджигательницу объявили в федеральный розыск. И искали почти год. Обнаружили в Москве. Проживала без регистрации на территории города Москвы. Устроилась в частный дом для оксидорка. По словам полицейских, предполагаемая поджигательница уроженка Таджикистана. Ей 52 года. На допросе рассказала, что запуталась с долгами и в тот злополучный день решила свести счеты с жизнью. Облить себя бензином и поджечь. Купила для смелости спиртное, сигареты и... В этой руке сигареты, в этой зажигалках. Тут я зажгла, и она вот вспыхнула аж. Кто вспыхнула? Вот бензин вот этот, как его, с баклажкой этой. Сколько там бензина входил с баклажкой? Пять литров. Пять литров. Вы где взяли бензин? На бицоколонке. Женщина испугалась, когда все вспыхнуло и самоубийство не состоялось. В этот раз вообще обошлось без смертей. Но сгорело 5000 квадратных метров торговых площадей. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Подозреваемый грозит до пяти лет лишения свободы.